так мы начинаем с вами последний семестр дискретной математики и у нас будет две больших темы два больших раздела в этом семестре в первом этом разделе мы вернемся с вами мысленно в первый семестр но не в самое начало в середину а вот там где мы проходили комбинаторику первая часть будет посвящена производящим функции поговорим о том что такое произворение функции зачем они нужны именно в дискретной математике комбинаторе как с помощью них можно какие-то делать разные трюки а по второй части мы вернемся с вами мысленно во второй семестр в убу конец в томе а также передадим привет курсу мат логики и это будет введение в теорию вычислимости там мы поговорим о том какие задачи можно решить на компьютере ки нет и почему оказывается что есть задачи которые выглядят вполне как олимпиадной задачи по информатике там что-то во входном файле даны там какие-то строчки и нужно вывести если но можно ли с помощью этих строчек что-нибудь сделать и оказывается что задача алгоритмические неразрешимы не существует программа который приняв на вход такой входной файл какие данные выдает всегда правильный ответ вообще никакая программа и на каком языке программирования не можно дальше решить вот откуда берутся неразрешимая задача почему они и как с этим жить это мы обсудим с вами во второй половине 70 курс будет вот так же идти в смешно формате я буду транслировать лекции практики общего по практике вы должны поделиться на равной части как бы но скорее всего мы чуть-чуть реорганизуем практику и организуем как у вас было в прошлом году а в весеннем семястре потоки напрямую не привязаны группам там коррелирующие с группами на скорее всего потому что вас так что осталось мало и плюс на все мигрировали что 38 резидентно при нельзя поделить ну можно уже не они они тяжело поделить на 2 равные части как бы очень дистанционно скрыть нам организуем судя по вашим настроениям 2 очных 3 дистанционных потока 5 5 но два очень жаль сделаем полтора два очных и 3 дистанционных скрыть сделаем потока для практик и предложим вам распределиться по ним я я думаю что это сегодня вечером я сообщу еще так у входные данные а он не выдаст распределение на выходе коалиционные задачи тюри игр решит вот так и также скорее всего в марте часть лекций будет идти либо полностью сонно либо только артем вычитать я скорее всего часть марта пока точно знаю какую буду на в сервисе и в сервисе поэтому там немного но не страшно там если первых есть уже все записи уже двух последних лет поэтому если что-то вы не поймете то можно всегда пересмотреть плюс может быть в феврале пока начинается вместе по обычному плану и так что такое производящие функции зачем они нужны и как с этим работать смотрите вот пусть она у нас есть некоторая последовательность но вещественных комплекциях неважно каких-то чисел а 0 а 1 а 2 а 3 далее мы с этой последовательностью хотим работать ну хотим на прясть у нас есть две последовательности мы хотим их подчленно сложить или вы взять эту последовательность и оставить ней там только четный элемент или взять эту последовательность смысл счетный по индексу его взять эту последовательность и там умножить каждое число на 2 то есть мы хотим работать тогда мы можем записывать это ну например если у нас есть партнерсти а и б в 0 в 2 и так далее мы можем написать а 0 плюс по 0 а 1 по 1 это не очень удобно потому что ну вот вот эти запятые и так далее и так и все проще но это создает какой-то визуальный мусор с этим тяжело работать нужно много очень писать всяких букв не нравится хотим более аккуратно но мы можем дать этим последовательным имена например а вот значит это б и тогда последовательность мы можем как-то еще какие-то делать дополнительные дела там ну вот например все элементы а умножить на 2 можно написать 2а но вот какие-то более сложные операции с отдельными элементами и так далее не очень понятно как делать точнее понятно но вот это обозначение противоестественное на первый взгляд нам надо как-то договариваться нужно ввести какие-то конвенции как мы работаем с элементами и вот довольно удобный вариант это сделать оказался следы что давайте мы эту последовательность будем считать что это коэффициенты некоторого так называемого формального степенного ряда давайте вместо того чтобы просто этот процент а рассмысляющего ведем формальную переменную например называемую т и напишем следующее отт равно она 1t за 2t в квадрате плюс так далее плюс а nt в nt плюсы так скажем да степенные ряды но вот такого рода знаки выражения они очень понятные нам объекты ну например нам от анализа мы сталкиваемся видами тейлора они как раз вот так и поэтому это позволяет на у нас есть какая-то интуиция за работой со степенными рядами которые можно теперь перенести на последовательность ну например если мы хотим подчиненно сложить что мы пишем от и логично что коэффициенты этого формально степенного ряда будут а это плюс быть например хотим и последовательность а 0 а 1 а 2 и так далее превратить добавить и в начало на какой-то число ну например x скажем сказать x а 0 и сдвинуть дальше ну в чем проблема есть у нас был формальный степенный ряд арты дома теперь что сделаем мы хотим теперь что было x плюс а 0 на т плюс один от и ну поймать чтобы она умножим это на т и прибавим x то есть вот наши как бы привычные на математические действия они теперь проверить ну на над каким-то гипотетическим вот этим формальным степенными рядами они понятно как делаются и они превращаются в действия над нашими последовательностями как над единым целом ну а да ну а дальше мы можем больше того делать то есть вот например у нас есть какой-то ряд от мы можем например подставить него не т а например т в квадрате что получится получится а 0 плюс а 2 1 в квадрате плюс а 2 т в 4 то есть так далее но если я теперь рассматривать формальный степенный ряд для какой он последователь а 0 0 1 0 0 0 0 зачем это может быть нужно есть несколько как бы полезных применений такой конструкции первое из них это того что я сказал что записав а ты считаешь что это формальный степенный ряд с параметрами ну вот с коэффициентами данными мы поставим я могу конечной длины записи вот а вот оперировать сразу целой последовательности но это выглядит как бы абстрактно что значит оперировать сейчас мы рассмотрим как более конкретные примеры и вы увидите что принципе от логично дальше пользуясь известными мне из там алгебры из математики принципе работы с степенными рядами я могу получать какие-то преобразования последовательности взаимодействие взаимоотношения между последователями узнавать что последовательности там чему-то друг другу равны или как-то между собой связаны то есть какие-то закономерности выводить про последовательность как единое целое я сразу работаю со степенными формальными рядами я сразу работы целиком с моей степенной последовательности есть другие как бы другие подходы к этому которым это все дня ну и дальше в курсе нашим рассмотрим откуда берут сообщите формальности пинариды почему с ними удобно работать ну давайте пока начнем вот с того что мы сейчас сказали что мы рассматриваем это как некоторый формализм для работы просто последовательности как с единым целом ну чтобы это стало формализмом надо разобраться с формальными степенными рядами они неспроста все время говорю формальные 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 потому что в от анализе есть понятие степенного ряда ряда тейлоры дать из коэффициенты этого ряда тейла но все знают не знаю кунтики в степени x не принес другой цвет но я в степени x равно там 1 плюс x плюс x квадрате на 2 факториал плюс x кубе на 3 факториал хорошо известно такой степенный ряд то есть как бы я в степени x задает нам степенный ряд с коэффициентами а enter ну 1 делит на n факториал ну окей но когда мы берем ряды в бат анализе то они немножко для другого предназначены ряд тейлора это что такое это разложение в степенный ряд около точки ну вот около нуля в общем допустим я в степени x у этих степенных рядов есть так мы их рассматриваем что мы x на самом деле подставляем какое-то значение чтобы вычитать значение функции то есть мы качестве x подставляем одну треть если ее подставить сюда то мы получим е в степени 1 3 если сумма этого ряда предел его частичных сумм будет равен этому из-за этого там возникает всякие артефакты которые нам не нужны на самом деле будут час с нашей точки радиус сходимости например есть того степенных рядов вообще понятие сходимости вопросы предельных переходов просто допустимости чем мы там можем что нельзя подставлять в т и так далее вот мы бы хотели этого избежать мы же напомню всего лишь пока что хотели заниматься нашей последовательностью как единым целом поэтому мы ведем сейчас понятие формального степенного ряда она отличается от понятия обычную степенного ряда следующем смысле что вот эта переменная t она становится формальной переменной и в ней в качестве мы не пытаемся подставлять в качестве этой переменной какие-то значения ну возможно вы слышали что если у нас есть ну что если у нас есть какое-то кольцо там я не знаю то р в квадратных скобках x это множество так называемых полиномов над кольцом r с формальной переменной x как это интерпретируется это конечная по длине вот как раз постоянно то есть это полиномы которых коэффициенты берутся из кольца r ну например целое число на там а 0 плюс а 1 x плюс и далее плюс а н в x если мы хотим написать дальше плюс и так далее то это называется уже степенным рядом с формальной переменной x означается правильно помню что такое формальный степенный ряд формальный степенный ряд это просто последовательность и дальше на этих формальных степенных рядах задаются некоторые дополнительные ограничения и дополнительные операции которые мы сейчас изучим то есть еще раз формальный степенный ряд слова формальный означает нем что вместо вот этой переменной которая со степенями входит например мы не пытаемся подставить какие-то числа поскольку мы не пытаемся поставить никакие числа но хотя выглядит это вот как сколько то это на самом деле сразу нас немножко освобождает участием от анализа нам не нужно анализировать сходимость этого ряда нам не нужно смотреть какие там есть у него можно ли отбывает на формате степенной ряды который расходится при всех возможных значениях ты кроме нуля при нуле понятно что все все будет отталон и ну и ничего страшного мы с ними работаем как бы работаем это нас не пугает мы не пытаемся подставить как формально переменные значения мы пора формально реально используем только как маркер вот есть что-то умножается на тв ный то вот все такие коэффициенты надо сложить и это наша аренда вот и все то есть только единственная характери цель вот этой переменной тв ный это маркировать около чего какой индекс у переменной который коэффициента который рядом с которым она соответственно формально степенную ряд а ты для последовательности а 0 а1 а2 и так далее называется производящие функции или обыкновенные производящие функции для этой последовательности а тут не очень удачное название прям скажем потому что только что полчаса мы распинали что это не функция мы не пытаемся в качестве ты подставить число мы не пытаемся исследовать значение этого при различных то это формально идут здрасте до свидания название предыдущих функций на самом деле это не все так просто теперь предыдущих функций она возникает не только в дискретной математике комбинаторики она из разных областей математики может прийти в частности она существует его теории вероятности например и в это анализе до определенной степени и иногда люди которые воспроизводящими функциями рассматривают как функцию но мы не будем тогда почти никогда мы по самопроизводящие имеется ввиду что ну джинни рейтинг английской фарш он она генерирует вот эту последовательность то есть как бы эта функция формальный степенный ряд он соответствует терминологию уж какая так ну на формате на хридах определено сложение сложение подчленно вот просто а от t плюс b от t если это центр то cn равно а n плюс b и определено умножение умножение определено снящим образом ну собственно как умножается формально спины давайте посмотрим вот у нас есть формальный степенный ряд а 0 плюс 1 t плюс а 2t в квадрате плюс и так далее и умножается он на формальный степенный ряд b0 плюс b1t плюс b2t в квадрате плюс и так далее то получится ну давайте смотреть при свободный коэффициент какой будет притом 0 а 0 у нас на b0 при т что будет написано до 0 b1 плюс 1 b так ну хорошо а 0 b2 плюс 1 b1 плюс a2b0t в квадрате плюс и так далее а если полностью обобщить то мы получим следующее что если это мы обозначим что а это снилов И s плюс B2t в квадрате vb т равно С снилов sí? а Arisup美. Логично так умножается в общем то и многочленные также умножаются и формальные степени ряды заметим важное свойство такой локальности что чтобы вычислить н ты член нашего ряда нужно поставить и знать только 1 н членов наших исходных это очень важно почему мы не любим предельные переходы ну вы может любите я тоже в принципе нормально отношусь но вот этот раздел дискретной математики не любит предельные переходы раз он не любит предельные переходы мы не хотим и хотели бы избежать бесконечных сумм как только возникает бесконечные суммы так сразу возникает вопрос что вот эту операцию нельзя делать над рядом если нам эта сумма сходится расходятся и так далее вы бы хотели чтобы такого не было хотели чтобы всегда все у нас сходилось что надо поэтому мы очень хотим что все суммы наши были конечными и хотя мы работаем с бесконечным объектом чтобы каждый его конкретный элемент вычислить нам только конечный префикс каждого из тех и вычесть некоторую конечность это вот очень важно очень полезно так хорошо ну давай дальше умеем складывать мы умеем умножать умеем ли мы вычитать он тут как бы особой проблемы нет да вычитаем прям очень легко а и минус bc тут как бы cn равно 1 минус b как бы умножать умеем на ряд наряд на умеем на самом деле умножить на число лямбда умножить на а это равно ct тут cn про стороной лямбда умножить на тоже никакого как бы никакой сложности нет никаких проблем ну хорошо давайте теперь попробуем научиться делить делить степенные ряды на самом деле гораздо проще чем вы думаете сейчас и это очень полезно окажется потому что деление вообще окажется нашим большим другом сейчас увидите так на это попробуем значит мы хотим найти а от делить на b от т хотим чтобы это было c от ну что это значит ну логично что значит b от т умножить на c от т поменяется а т ну прекрасно давайте запишем а и в нам даны да мы хотим найти c значит а 0 плюс так нет b 0 плюс b1t плюс b2t в квадрате плюс и так далее умножить на c0 c неизвестно да плюс c1t плюс c2t в квадрате плюс и так далее равно а0 плюс а1t плюс а2t в квадрате плюс так далее давайте смотреть как найти c0 да смотрите мы знаем что а в 0 умножить на c0 равно а0 следовательно c0 равно а0 делить на b0 тут сразу не очень приятный возникает момент что мы делим делим делить плохо потому что нельзя делить на 0 значит сразу получается требование что чтобы можно было делить должно быть 0 не равно нулю ну может дальше там b1 b2 b3 тоже должны быть не равны 0 сейчас разберемся для начала мы знаем про а0 про b0 b0 не равно нулю можно поделить хорошо давайте дальше c1 как нам найти ну давайте запишем значит что мы знаем b0 на c1 плюс b1 на c0 равно а1 c0 мы уже знаем b все мы знаем а мы знаем следовательно c1 равно а1 минус b1 c0 c0 нам уже известно делить на b0 так к счастью делим по-прежнему на b0 это 0 не равно мы уже договорились поэтому делить теперь можно и по жизни будет можно ну продолжая в общем случае получаем логичную формулу что c nt равняется a1 a nt минус сумма по i от 0 до n минус 1 c и t bn минус и t делить на b0 так давайте чем для разнообразия на что-нибудь поделим а то пока выглядит очень абстрактно давайте значит бесконечные ряды тяжело делить очень удобно делить то не тяжело просто результат непонятный давайте поделим конечные ряды нашли что-то конечный ряд но вот смотрите мы можем сказать что формальный степенный ряд может оказаться случайно формальным полиномом если начиная с некоторым местом равен нулю ну например есть очень хороший степенный ряд 1 он соответствует последовательности 1 минус 1 минус 100 ну давайте их поделим Так, ну давайте смотреть С0 Это А0 Делить на Б0 1 делить на 1 1 Хорошо С1 Так, С1 нам говорят Это А1 минус С0 Б1 делить на Б0 Так, А1 чему равна? 0 Значит С0 чему равна мы вычислили? 1 АБ1 Минус 1 Делить на 1 Возвращается 1 Прекрасно, С2 Так, это часть, которую можно промотать на скорости 4х Дорогие готовящиеся к экзамену и контролюные наши зрители Так, хорошо, С2 Чему равно? Ну давайте считать А2 Минус С0 Б2 Минус С1 Б1 Делить на Б0 0 Минус Так, С0 Это мы посчитали 1 Б2 0 Минус С1 Почитали 1 Б1 Минус 1 Делить на 1 Ну 1 Плюс Т2 Так, ну Штирлиц начал о чем-то догадываться И сообразил, что СН Равно Смотрите, вот в этой формуле АН Для Н большего 1 0 И в этой формуле все Бшки, кроме Б, собственно, первого 0 Б1 умножается на СН-1 Да? СН-1 Минус Умножишь на Б1 Делить на Б0 Так, по первое минус единица Б0 1 Равно СН-1 Оно 1 То есть плюс Т в кубе Плюс Т в кубе Плюс Т в кубе Плюс Т в кубе Смотрите Вот тут начинает проявляться Вся коварная сущность Производящих функций Тоже, о чем мы говорили Смотрите, мы хотели Ку производить Вот для чего производить Что справа стоит от равенства? Ряд какой? Так, с рядами Тейлора в понедельник В среду никакого Тейлора Так, что за формальный степенной ряд Для какой последовательности? Все единицы Все единицы Смотрите, 1, 1, 1, 1 и так далее А слева стоит частная двух рядов Которая очень удачно оказалась частным двух полиномов А чем хорош полином? Полином чем лучше степенного ряда? Полином конечный Поэтому его можно записать строкой Поэтому если мы хотим записать Последность 1 делить на Ой, степенный ряд Все единицы 1, 1, 1, 1, 1 Мы просто пишем 1 делить на 1 минус Т Смотрите, мы строкой конечной длины Закодировали бесконечное количество единиц Вот это поворот, да? Мы могли бы И другой строкой закодировать бесконечности Что единство Примерно вот такой строкой АНТ равно 1 Хорошая строка, хорошая Но Чем вот эта строка лучше? Тем, что она на самом деле заодно Является как бы Ну, производящая функция С производящими функциями Можно делать разные операции Умножать Делить Как мы уже теперь знаем Вычитать Складывать А вот с этой строкой Непонятно, что делать Ее даже распарсить Тяжело Эту строку можно обрабатывать Там в системах компьютерной алгебры Как бы как-то А вот эту Ну, в очень умных Можно тоже Но он, конечно же Сразу же ее переведет В то, скорее всего Хорошо Давайте что-нибудь еще поделим Давайте возьмем Пример 2 Давайте 1 Поделим на 1 минус 2 Во-первых, давайте проявите У меня математическая интуиция Вы думаете, что получится? Минус 1 2 Так, версия еще 1 плюс 2 Плюс 4 Квадрат Короче, чему равно АНТ 2 в степени 2 в степени Н На самом деле Ну, давайте в этом убедимся Значит, С0 Равно 1 Это понятно Потому что 1, А0 и Б0 Такие же С1 Равно 0 Минус 1 Умножить на минус 2 Делить на 1 Равно 2 С2 Равно 0 Минус 1 Умножить на 0 Минус 2 Умножить на минус 2 Делить на 1 Равно 4 Ну, и так далее Мы уже замечаем Что если в тот раз Мы умножали здесь на минус 1 Ну, и минус вот этот сокращался то теперь мы умножаем на минус 2 предыдущие, то есть получается, что cn равна минус cn минус 1 умножить на b1 делить на b0 равно 2 на cn минус 1 ну и отсюда по индукции легко видеть так, почему только а? c у нас, да и тут c cn ok давайте ну, давайте сразу вообще это, пусть мы делим 1 на 1 минус bt это значит что будет да сумма b в степени n t в степени n смотрите, давайте по n от 0 до бесконечности t в n посмотрим, давайте вот на этот степень 1 это 1 минус t а здесь у нас 1 минус bt то есть на самом деле если подставить вот этот степенный ряд будет обозначить его c от t c от bt то мы получим вот это но это как раз мы сделали мы вместо t подставили bt ну давайте обобщим это на произволье степенные ряды если у нас есть а от t равно сумма а nt t в nt то а от bt будет сумма чего? а nt на b в nt на t в nt и значит ну вот если b от t равно а от bt то b блин, b плохо давайте c то c nt равно а nt умножить на b в nt логично, да? хороший частный случай получается если мы в качестве b вот этого подставим минус единицу тогда получится что а от минус t равно c от t то c nt равно а nt на b на минус единицу в степени n, да? ну что логично то есть у нас получается знак тот же самый так же самый последний но теперь знак очередующий мы должны проверить через давание знака хорошо давайте тогда посмотрим теперь давайте посмотрим чему будет равно а от t плюс а от минус t как вот такое значит ну давайте смотреть это будет c от t у нас c nt равняется а в nt плюс а в nt минус 1 в nt значит ну тут два случая n чётно n не чётно если n чётно то минус 1 в nt равно 1 и c nt равно 2 а n если n не чётно то минус 1 в nt равно минус 1 и c nt равно 0 интересно можно обнулить элементы на чётность шон давайте попробуем ещё что-нибудь поделить так там пишут в чате что подозрительно просто всё пока но не бойтесь всё будет хорошо давайте ещё что-нибудь поделим например хочу поделить 1 на 1 минус t минус t квадрат что будет ну давайте считать значит c 0 1 делить на 1 значит смотрите о совпадении я не думаю когда мы делим то у нас довольно часто b нулевое равно единице это очень удачный случай очень удачная ситуация почему потому что у нас тогда в знаменатель здесь время единица и во-первых всё время получается целое число и во-вторых оно вообще делить на единицу приятно одно из самых приятных занятий как бы те которые нравятся нашим зрителям что что несложно делить на единицу значит давайте зафиксируем сразу это как утверждение лему не знаю утверждение если b0 равно плюс-минус единице a и t принадлежат z b и t принадлежат z c равно a делить на b то c и t тоже принадлежат z согласны ну минус единица это рудимент понятно что никому не нравится когда ряд начинается с минуса поэтому если вдруг надо поделить наряд у которого b и t минус единица то числитель и знаменатель просто умножают на минус единицу и дальше делят и радуются так хорошо теперь c1 c1 давайте посчитаем c1 равно значит b1 это у нас что о нет b да b1 это 0 минус c0 минус 1 делить на 1 равно 1 опять так чему будет c2 равно тут уже так сказать в c2 происходит сложное вычисление сложнее чем у нас было раньше 0 минус а1 умножить на минус 1 минус еще 1 умножить на минус 1 делить на 1 2 значит тут важно смотреть что есть что значит вот это c1 умножить на b 1 1 1 а вот нет наоборот это c0 умножить на b 2 а вот это c1 нужно 2 тпс отрезину непонятно пока закономерность не проснешь числа фибоначи ну да вас не обманешь конечно получится в итоге числа фибоначи давайте cn поэтому для того распишем это будет а n минус b n минус 1 c1 минус b n минус так потеряли на цену левой значит так минус b n c0 минус b n минус 1 c1 минус так далее минус b n минус b1 cn минус 1 делить на b0 заметим что все бэшки нули кроме первого и второго поэтому а они минус единица поэтому получается здесь минус 1 ночь на минус минус 1 на cn минус второе минус минус 1 на cn минус первое делить на 1 равно cn минус первое плюс cn минус второе и действительно смотрите числа фибоначи и минус плюс и и минус fmn то есть смотрите мы записали всю последовательность числа фибоначи с помощью одной простой дроби Хорошо Давайте посмотрим с другой стороны А вот Это мы тут делили, делили И случайно попали в числа Фибоначчи А вот если бы наоборот мы поставили себе цель Получить производящую функцию для чисел Фибоначчи Как бы мы могли действовать? Давайте попробуем Зайти с другого конца И получить действительно производящую функцию для чисел Фибоначчи И это достаточно универсальный способ В домашнем задании вам будет для большого количества различных простых последовательностей Нужно построить производящую функцию И вот как обычно это делается Смотрите, начинаем Вот у нас есть числа Фибоначчи Чем они известно? Интересно Ф0 равно 1 Ф1 равно 1 Для n больше равного 2 Фn равно n-1 плюс фn-2 Ну давайте запишем наши последовательные чисел Фибоначчи Значит, 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 значит. Ф0, f1, f2 и далее fd Для нее есть производящая функция kt fat Как она выглядит? Она выглядит так f0 плюс f1t плюс f2t квадрат плюс и так далее плюс fnt в nt плюс и так далее Что мы можем сделать? Мы можем сложить ее с собой, но сдвинутой Как сдвинуть последовательность? Это мы уже умеем Как сдвинуть последовательность на 1? Умножить на t Давайте умножим на t и запишем f от t умножить на t Что будет? Будет f0 на t плюс f1 на t квадрат плюс и так далее плюс fn-1 умножить на t в n и плюс и так далее Давайте эти сложим теперь Что у нас получится? Ну тут у нас, понятное дело, получится f от t плюс f от t на t А что слева получится? Получится f0 плюс f2 на t плюс f3 на t квадрат плюс и так далее плюс fn- плюс первое на t в n и так далее Так, это какая-то подозрительная штука Непонятно, как с ней бороться потому что она это сдвиг как бы в другую сторону Другую сторону мы не умеем двигать Давайте попробуем научиться двигать в другую сторону Вот у нас есть последовательность a0 a1 плюс a1t плюс a2t в квадрате плюс и так далее Мы хотим получить наоборот a1 плюс a2t плюс a3t в квадрате и так далее Другую сторону Как бы нам это сделать? Первое поделить на t Первое поделить на t Смотрите Тут нужно действовать аккуратно Почему? Нельзя поделить на t Почему нельзя делить на t? Потому что вспомните Когда мы делили Я уже шестер Когда мы делили at на bt У нас было условие b0 не равно нулю Но если мы делим на t то деление на t это деление на ряд у которого t0 a0 Тьфу ты елки-палки b0 равно нулю Потому что это ряд 0, 1, 0, 0 Нельзя делить на t Но если очень надо то можно только осторожно Почему можно только осторожно? Когда можно поделить на самом деле на t? Когда a0 равно нулю Потому что тогда мы можем как бы это деление на t считать, что мы сократили просто у нас в числителе вынесли t за скобку и сократили Вот если a0 не равно нулю то делить на t нельзя Вот если a0 равно нулю то можно Просто у этого немножко другой смысл Это не деление формальных степенов рядов а сокращение на t Хорошо, тут у нас, поэтому действительно, если это А от Т, то это А от Т минус А0 делить на Т. Так, значит, ну это у нас, что тогда получается? Это F от Т минус F0, то есть 1, делить на Т. Так, ну это тогда здесь должно быть F1, а здесь у нас F0. К счастью, они равны, поэтому можно забить. Но если бы мы не знали этого, то не страшно, мы бы тогда вышли бы F1 и прибавили бы вместо этого F0. Но поскольку в нашем случае они оба равны, равны единице, то это ничего не влияет. Ну и того мы получили следующее такое уравнение на функцию F. Какое? F от Т плюс F от Т на Т равняется F от Т минус 1 делить на Т. Ну, плюс 1 минус 1, ладно, сократим сразу. Не знаю, что это будет. Ну и ладно, теперь все понятно. Умножаем на Т обе части. Умножать-то можно на Т в отличие от деления, тут все безопасно. F от Т умножить на Т плюс F от Т, потому что Т в квадрате равно F от Т минус 1. Ну и перенося это сюда и единицу туда, получаем то, что мы так уже знаем, как бы из того вычислять, но там мы случайно погадали. А здесь мы систематически с вами получили F от Т равно 1, ритм на 1 минус Т минус Т квадрат. Как я люблю первые стримы семестров, всегда так много зрителей, 36, там на первом курсе было 46, на четвертом курсе было 25. Все приходят, смотрят, а потом последний стрим 5 человек здесь, 3 человека там, а все остальные не знаю, что там пишут все плюс плюс, джава или функция, или хаски. Формально степенные ряды можно дифференцировать? Прекрасный вопрос, давайте обсудим. Можно ли? Я как раз хотел спросить, вот приходите вы на Мартан, дают вам функцию, какое ваше естественное желание? Хоть прийти, нет, 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 не надо, ходить нельзя. Особенно в 34 группе. Так вот, давайте продифференцируем формальный степенной ряд. Итак, был у нас формальный степенный ряд АТ равно А0 плюс А1Т плюс А2Т квадрат плюс и так далее. Как вы думаете, что за формальный степенный ряд Аштриха Т? А1 плюс 2А2Т плюс 3А3Т квадрат плюс и так далее. Это что означает? Это значит, что если это СТ, как обычно обозначено, что СН равно Н плюс 1 умножить на АН плюс 1. Ну, вот этот сдвиг на 1 никому не нравится, поэтому обычно, чаще всего, после дифференцирования еще умножают на Т сразу. Это такая типичная операция. Операция умножить каждый элемент на его номер. А 0 при этом исчезнет, что на 0 умножится. А остальные умножат на свой номер. Эта операция умножения на номер это А от Т превратить в А штрих от Т умножить на Т. Каждый элемент умножается на свой номер. Можно 2 раза умножить на номер. Еще раз умножаем на номер. Что будет? Получится А штрих от Т на Т штрих и умножить на Т. Так, ну давайте распишем. А штрих от Т умножить на Т. Формула установим производное произведение. Тут, конечно, надо было бы ее отдельно доказать, потому что мы ее знаем для функций через пределы. А тут пределов нет, она чисто формальна. Но я думаю, что все мы верим в том, что математика консистентна. И поэтому, ну, навряд ли формула производного произведения будет какая-то другая для формальных степенных рядов, если она для обычных степенных рядов такая. Тут есть два подхода. Можно... Что с этим делать? Подход номер один — это перекинуть мостик матан. Сказать, что вот, если мы находимся внутри радиуса сходимости, то так. И поэтому, поскольку у нас формальность бинаридов внутри и снаружи должности все одинаково, в этом все хорошо. Это как бы обоснование не работает для рядов с нулевым радиусом сходимости, к сожалению. А хочется их иногда тоже дифференцировать. Второй подход заключается очень просто вручную расписать формулу произведения. Рядов у нас есть. Формула дифференцирования конкретного ряда есть. Можно расписать дифференцирование произведения. Убедиться, что там все будет как надо. И третий подход, который мы сейчас воспользуемся, оставить применение второго подхода заинтересованным зрителем в качестве самостоятельного упражнения. Воспользуемся хорошо известной нам измотанной формулой. Значит, это будет у нас А2 штриха Т на Т плюс А штриха Т на Т штриха Т единицы, слава богу, и все это умножить еще на Т, на Т в квадрате. Хочется подумать, что дальше будет так же хорошо все продолжаться, типа будет А, хаптая производная, умножить на Т в катый плюс и так далее. Но нет, потому что когда-то дальше мы начнем дифференцировать. Тут Т в квадрате, начнут уже двойки. Там будет формулу, можете сами вывести, катый производный. А мы давайте попробуем этим воспользоваться. Смотрите, вот мы знаем, что операцию подифференцировать умножить на Т соответствует умножению элемента на его номер. Соответственно, давайте попробуем найти формальный степенный ряд для последовательности 0, 1, 2, 3 и так далее, n и так далее. Тут несложно заметить, что nt равно n, равно n умножить на единицу. А для формальной степендурования 1, мы знаем, произойдет функция, какая она. Не единица, а все единицы. 1 делить на 1 минус t. Значит, а nt равняет, ну, не а nt, а а t. А t равняется по нашей формуле, да? 1 делить на 1 минус t штрих умножить на t. Так, сложим ее процедуру дифференцированных дробей. Это получается минус 1, что минус первая степень умножить на минус 1 еще, потому что 1 минус t делить на 1 минус t в квадрате, умножить на t равняется t делить на 1 минус t в квадрате. Ну, можем ради интереса поделить, если хотите, но, в принципе, не удивительно, что получится, что нам надо. Давайте поделим. Значит, p все нулевое равно нулю, потому что 0 делим на 1. c первое равно 1 минус 0, там умножить на 2, видимо, делить на минус 2. Делить на 1 равно 1. c второе равно 0 минус 0 умножить на 1 минус 1 умножить на минус 2. Делить на 1 равно 2. Ну, выглядит, конечно, если довольно подозрительно, непонятно, что будет. В общем, в случае, на самом деле, понятно. cn равно 0. Только 2 у b коэффициента навязательных получается минус cn минус второе плюс 2 cn минус первое. Ну, и предполагая по индукции, что cn t равно n, мы получаем 2 умножить на n минус 1 минус n минус 2 умножить на n. Так, раз ряды можно дифференцировать, можно их и проинтегрировать. В отличие от мат-анализа, где интегрирование – это процедура неприятная, с рядами процедура интегрирования ничего плохого не делает. Значит, я не очень люблю процедуру интегрирования. Почему, как вы думаете? Там есть свободный коэффициент, потому что непонятно, чему сделать равное после интегрирования c0. Потому что оно любым хотим взять обратное дифференцирование процедуры. Обычно его, ну, по умолчанию полагают 0, но это бессмысленное, потому что интеграл редко возникает сам по себе, он зачем-то обычно возникает. И обычно там из каких-то соображений известно c0. Если неизвестно, ну, очень жаль, можно сделать 0. Но если вам c0 известно, то тогда понятно. То есть у нас есть а от т, и c от т мы обозначаем как неопределенный интеграл а от т, но дт обычно для формальных альтов не пишут. Хотя, конечно, любителям от анализа они намного должны быть ощущать неполноту этой записи. Ну, поскольку дифференциала нету, мы здесь, как бы у нас нету предельных никаких переходов, то они понятны, что такое дт здесь. Тогда cn равняется, почему получается, cn минус первому делить на n. На n вроде, потому что если мы продифференцируем, оно же на tn сейчас умножается, если мы продифференцируем, будет n сократиться и будет на tn минус 1. Ну, так, не c только, а а, да, а n минус первое. Ну, а c0 равно должно быть известно вам из каких-то соображений. Если неизвестно, то если это упражнение без логики, то можно 0 написать. Так, смотрите, следующее, что у нас было, мы подставили, помните, вместо t2t, или даже bt. А можно ли в общем случае подставить один ряд в другой? Давайте попробуем. Вот пусть у нас есть ряды a, t и b от t формальной степенной, и мы пытаемся найти a от b от t. Давайте посмотрим, это будет c от t у нас в перспективе. Ну, давайте распишем и посмотрим, что будет получаться. Потому что предчувствия, у меня, честно говоря, плохие. А у матрии очень плохие, но у меня просто плохие. Смотрите, а, во-первых, будет a0, значит, на этом этапе пока все нормально. Так, теперь мы должны вместо t подставить b от t плюс a1 на b0 плюс b1t плюс b2t квадрат плюс b3t квадрат плюс и так далее. Мы подставили бесконечный ряд. Если конечный, то мы можем расслабиться и сказать, что все хорошо, подставили и подставили. Но если он бесконечный, то тут может возникнуть какая-нибудь проблемка. Ну, а может и не возникнуть. Посмотрим, как бы, когда мы умножали, там тоже бесконечная и бесконечная умножилась, и все было хорошо. Вдруг и тут все будет хорошо. Давайте посмотрим, что будет дальше. Смотрите. На t не надо умножить? На t умножить, конечно, надо, но это пока не самая большая проблема. Почему мы умножаем на t? Почему мы умножаем на t? Не надо умножить, да. Почему мы умножаем на t? Мы вместо t поставили этот ряд. Так, вы меня запутали. Не надо на t умножить. Даже b от t мы поставили вместо t. Так, теперь, значит, смотрите, в чем, почему у меня появились подозрения, что все будет плохо. Смотрите, раньше, когда мы считали, там, допустим, c0, c1, c2, мы для cn использовали a и t и b и t, и только для e от 0 до n. А тут a1, смотрите, умножилось на b0 и начало влиять на c0. Дальше это еще хуже, это да, потому что что будет дальше? Это плюс a2 на b0 плюс b1t плюс b2t квадрат плюс и так далее в квадрате. И поэтому b0 и a2 влияет на c0, потому что умножается на b0 в квадрате. То есть получается, что c0, даже самое первое, которое мы хотели бы определить, уже является суммой бесконечного числа свыгаемых. Это печально, такой хоккей нам не нужен, мы не хотим бесконечные суммы чисел. Бесконечная сумма формальных переменных нас устраивает, потому что они как бы, их не надо суммировать, они просто есть. А вот бесконечной суммы чисел мы не любим, что вдруг этот ряд не сходится. А что там будет при t, это вообще же фиг знает. Поэтому, чтобы такого и байды не было, на самом деле при t, как ни парадоксальный перехват остальных, там будет все хорошо. Проблема только с нулевым. Смотрите, при t влияет только первое, потому что тут уже в квадрате, и t уже... А, не правда, не только первое, потому что это возвратилось в квадрат, будет b0 на b1 на t, да? Да? Влияет. Короче, а если бы b0 не было, то все было бы на самом деле хорошо. А вот b0, к сожалению, плохое. Поэтому давайте, как обычно, если не можешь еще не понимать, запрети, как работает российское правительство. Значит, b0 объявим равным нулю, потребуем. Но, разве при больших степенях чуть больше не будет, все плохо. При больших степенях теперь ничего плохого не будет. Смотрите, если b0 равно нулю, то тут все становится хорошо. Смотрите, тут сразу b1t плюс b2t квадрат плюс b3t куб плюс и так далее. Тут будет b1t плюс b2t квадрат плюс b3t куб плюс и так далее. Плюс и так далее. И смотрите, теперь, поскольку у нас в скобках стоит число кратное t, не число, а ряд кратное t, то он при возведении в n-той степень будет кратен t в n-той, и поэтому не сможет повлиять на коэффициенты при меньшем. И поэтому для вычтения первых n коэффициентов в центре нам снова достаточно только первых n членов. Давайте вычтем этот коэффициент при c в n-той. Он, на самом деле, достаточно любопытный вид имеет. c в n-той. c в n-той равен сумме по k от 0 до n. Ак-той умножается на что? Умножается на коэффициент при t в к-той, который взялся откуда? Который взялся от возведения в к-той степень ряда b. А что же там за коэффициент при t в к-той? Там сложили какие-то степени при t, чтобы получилось k. Какие? Чтобы получилось n. Сколько их сложили? Их сложили k штук, потому что мы в к-той степень возводили. Поэтому это будет на сумму по всем разбиениям n в упорядоченную сумму слагаемых и 1 плюс и 2 плюс и так далее плюс и k. b и 1, b и 2 и так далее, b и k. Ишки больше 0, потому что 0 равно 0. Поэтому неважно, можно их рассмотреть, они не повлияют. Ну, в частности, например, для k равному 0, тут будет a нулевое. 0 единственный способ представить, это пустое произведение, поступленная единица. Поэтому все 0 равно 0, ну, нормально. Соответственно, при, например, k равном n, тут будет a, n, а тут n единственный способ представить в виде суммы n слагаемых, это единицы. Соответственно, тут будет b первое в n, но это логично. Вот, например, a второе тут на b первое в квадрате умножается, чтобы b первое. А вот любые другие тут попарные произведения уже, они будут давать большую степень, чем у него. Ну, обратите внимание, что тут разберение на упорядоченное слагаемое. Это можно сделать дальше асимптотическую оптимизацию, рассмотреть на неупорядоченное, тогда нужно будет умножить на некоторые довольно неприятные мультинымяльный коэффициент, сколько способов, да, там переупорядоченное. Что мы оставим вам как упражнение? Дот звонит во время пары, департамент образовательной деятельности, преподаватель звонит во время его пары. Вот где логики. Так. Хорошо. Значит, ну, рядами можно много чего еще интересного делать. Это мы там всякие штуки оставим вам в качестве управления. Давайте посмотрим теперь, почему, ну, вот, вообще говоря, то, что мы сделали именно ряд формальный, то есть при T в N написали, это как бы оказалось вроде удобно, удобно складывать, вы считаете, умножать, делить даже мы научились. В принципе, приятно, но непонятно, почему так именно сделали. Почему не сделали там, я не знаю, умножить на T, не знаю, там, на N факториал или умножить там на какую-нибудь, я не знаю, 2 ВН, почему на T, не знаю, на N в Т, не знаю, почему именно ТВН, в чем логика? Ну, это в дух, как бы, словах, понятное дело, не объяснишь. Я продемонстрирую вам интересную штуку, которую демонстрируют, почему это в целом достаточно логично. Но, конечно, ощущение логичности, оно придет постепенно, по мере того, как будет развиваться наш сюжет с предыдущим образом. Сегодня такая вводная лекция про формальные степенные ряды, по мере того, как будет развиваться наш сюжет, будет приходить постепенное понимание, почему именно так сделали, и что это очень логично и удобно. Давайте рассмотрим следующую задачу. Давайте рассмотрим замощение прямоугольника 2 на N. Роменожками, горизонтальными, вертикальными, прямоугольниками 2 на 1. Ну, давайте рассмотреть. Для разных N. Для N равного 0, ну, это такой немножко крайний случай, но, тем не менее, можно рассмотреть для N равного 0 такое замощение, пустое просто замощение. Для N равного 1 есть одно такое замощение, вот оно, вот доминошка. Для N равного 2 есть уже 2 таких замощения, можно 2 горизонтальных положить и 2 вертикальных. Для N равного 3, там их еще больше, сколько их? 3, видимо, да? Вертикальные, 2 горизонтальных, 3 вертикальных. Ну и так далее. Вот есть такие замощения. Давайте все эти замощения возьмем и просуммируем. Ну, смотрите, мы суммы рассматривались формальным коэффициентом T, что нам мешает просуммировать все замощения, абсолютно ничего. Пустое, плюс доминошка, плюс 2 вертикальных, плюс 2 горизонтальных, плюс вертикальные и 2 горизонтальных. Смотрим формально эту бесконечную сумму всех замощений. Смотрите, давайте дальше с ней делать всякие операции. Ну, один, вот это нейтральное замощение, его оставим. Давайте операцию определим для замощения, операцию умножения, как операцию конкретинации. То есть, два замощения вот так сложили, получили из двух прямогольников 2 на N и 2 на K, 2 на N плюс K. Почему бы нет? Тогда вот это нейтральный элемент этой операции. Потому что единица согласна, ничего. Ну, пустой прямогольник можно прибавить, ничего не поменять. Давайте посмотрим на остальные замощения. Смотрите, с чего может начаться замощение прямоугольника доминошками. Либо с двух горизонтальных, либо с двух горизонтальных. Прекрасно. Все кроме этого. А это не начинается ни с того, ни с другого. Но с ним все ясно. Давайте эту сумму обозначим S. Ну, вот единица, это мы договорились, это единица, да? Нейтральный элемент. Теперь некоторые начинаются с... Давайте у тех, которые начинаются с вертикальной доминошки, вынесем ее за скобку. Что будет за скобками? Ну, вот из этой вынесем, тут останется нейтральное изучение. Это единица, да? Так, отсюда вынесем, будет одна вертикальная доминошка. Отсюда нельзя вынести. Отсюда вынесем, будет две горизонтальных. Отсюда вынесем, будет две вертикальных. Отсюда нельзя вынесем, ну и так далее. А там, где две доминошки начинаются слева, там давайте вынесем... Ну, эти две, да? Умножить на... Что же там будет? Ну, давайте смотреть. Отсюда нельзя, отсюда вынесли. Единица. Отсюда нельзя, отсюда нельзя, отсюда вынесли. Вертикальная. Плюс и так далее. Ну, несложно понять, что на самом деле там внутри будут все возможные замощения. И в первой скобке его второй, да? То есть S. Ну, прекрасно. Один плюс вертикальная доминошка S плюс две горизонтальных S. Но две горизонтальных, на самом деле, мы конкатенацию ввели по вертикали, но ничего не мешает нам по горизонтали, по вертикали тоже ввести конкатенацию. Там не сильно много чего можно по вертикали сконкатировать, только ровно две горизонтальных и можно. Поэтому это на самом деле равно один плюс вертикальная доминошка S плюс горизонтальная доминошка в квадрате S. Так, что вы ржете? Все нормально пока. Так, теперь давайте выразим S. Смотрите, S равно вот этому. Несложно понять тогда, что S равно 1 делить на 1 минус вертикальная доминошка минус горизонтальная доминошка в квадрате. Какой смысл мы придаем этой записти? На самом деле гораздо больше, чем вам кажется. Смотрите. Давай. Похоже на пляжную шумку. Смотрите, давайте сделаем следующего. Давайте посмотрим, что вот это такое. Если это поделить как формально степенной ряд, то у нас получится на самом деле вот это все замощения как раз ровно. Другой вопрос, что они будут немного расчлененные, так сказать, потому что когда мы будем делить, мы уже забыли, в каком тут порядке они шли. у нас будет сколько это горизонтально, сколько это вертикально. И что нас будут просить с ними сделать? Ну и из них надо будет как-то собрать замощения. Как непонятно, потому что, ну вот еще раз, вот каждое из этих замощений, оно было расчленено на вертикальное, как бы и горизонтальная доминошка. Мы потеряли информацию, в каком порядке они шли, когда записали вот так. Но оно будет встречаться столько раз, сколько таких. А давайте теперь, как бы вертикальная горизонтальная доминошка фиксана, зачем нам различать, какая из них какая? Давайте просто напишем, что это 1 делить на 1 минус доминошка, давайте доминошку t обозначим. t минус t в квадрате. Смотрите, это равно, теперь обратно если раскрутить, мы знаем 1 плюс t плюс 2t в квадрате плюс 3t в кубе плюс и так далее, плюс fn t, tfn плюс и так далее. Какой у этого комбинаторный смысл? Смотрите, когда мы вот здесь писали, сколько у нас встретилось замощений, которые содержали n доминошек. Неважно вертикальных или горизонтальных, вот этой сумме. Сколько их было? Ну их было столько, сколько вообще всему замощений прямоугольника 2 на n. А их как бы, ну как несложную рекуррентную формулу вывести, логично, как раз число Фибоначчи nt, да? Ну в этом, это и есть смысл. Смотрите, что мы сделали? Что производящие функции делают с комбинаторикой? Они делают следующее. Мы берем наш комбинаторный объект, в данном случае конструкцию замощения прямоугольника 2 на n доминошки. И его внутреннюю структуру удаляем. То есть вот как именно взаимно лежали эти доминошки, чтобы замостить, мы удалили. У нас получилось, ну комбинаторный объект, если вы вспомните, я говорил перед этим привет первому семестру, он состоит из таких условно говоря атомов, да? Из какого-то количества. И после удаления внутренней структуры у нас из n, ну будут такие облака из n атомов, сколько их будет? Их будет столько, сколько было комбинаторных объектов веса n. Тогда если теперь, когда мы внутреннюю структуру ликвидировали, расписать n, то получится, что у нас при, ну вот это облако, да, превратится в t в n. Коэффициент при t в n будет как раз равен количеству комбинаторных объектов веса n. То есть определяющая функция, она в определенном смысле в себе несет сразу сумму, ну сразу все комбинаторные объекты нашего типа, а коэффициент при t в n как раз равен количеству объектов веса n. Вот в данном случае ровно это и получилось, причем я продемонстрировал процесс разбивания комбинаторного объекта молотком прям с самого начала. Пошли, взяли, разбили, сначала отрезали первое, потом разобили вот эту на этой половинке, но потом, когда мы, собственно, выразили s вот так, то мы добили как бы эту всю картину. На самом деле не совсем добили. Если тут очень аккуратно посмотреть, если тут очень аккуратно посмотреть, то в реальности мы не совсем добили. То есть тут, если мы хотим, чтобы именно сокращалась и коммутативность вот этих доминошек не избавится, тут нужно будет именно в сумме написать не просто абы какие, а в n умножить на t в n, а нужно будет написать прям вот их все, именно каждый ровно по одному, тогда они правильно как раз сократятся и получится вот единица. Но если этого не делать, а просто загрубить, как мы делаем, то мы как раз получим подсчет. Давайте рассмотрим еще один пример и на этом на сегодня закончим. Вот пример с доминошками очень красивый. Мне он очень нравится. Главное, он вот на вот этом месте. Давайте рассмотрим еще один объект, для которого интересно. Давайте рассмотрим, например, деревья. Что такое деревья? Ну давайте просуммируем все деревья. Давайте, ну давайте, деревья подвешены с порядком на детях, не помечены. Ну вот как-то это просуммируется. Так, какое еще? Такое и такое. Давайте снова операцию умножения обозначим конструирование дерева, как мы уже выяснили, поскольку мы разбиваем, наоборот мы не конструируем, а разбиваем, да, чтобы обобщить, то мы, чтобы подсчитать, то мы для простоты любую операцию умножения в частности, смотря прикрепивание к корню его детей. Ну вот давайте. Значит, у нас будет корень. Так, вот это от N я написал, не от N, а просто от N. Корень вынесен за скобку. Что тут будет? Тут будут дети корня. Давайте с детьми разбираться. Значит, вот у первого дерева нет детей у корня. Это пустой список детей. У этого один ребенок. Вот он. У этого два ребенка. У этого один ребенок, зато какой. У этого, блин, друга три. Так, вот это вершинка. Так, хорошо. Ну, непонятно пока. Так там-то у нас легко все получилось, а тут что-то как-то фигня какая-то. Получилось внутри другого типа объекта. У нас были снаружи-то деревья, а тут уже какие-то списки детей. Ну, не страшно. Давайте разбираться. Значит, во-первых, смотрите, в нашей терминологии вот этот пустой список, он выполняет какую роль? Нейтральные элементы. Если в процессе конструирования дерева добавить к этому дереву пустой список, то на конструкцию не повлияет. Умножение на единицу. Поэтому это единица. Так, вот это умножить на единицу. Плюс. Теперь с остальными списками. Остальные списки не пустые. У них есть первый элемент. И все остальное. Ну, давайте вот эти списки обозначим, ну, вообще, сумму всех списков обозначим как F от слова forest, да, леса. Тогда мы видим, что у нас T равно вершина, узел. Давайте узел обозначим T. Умножить на F. А с F, ну, давайте, чтобы поэтому с F, давайте отдельно разбираться. F мы видим, что F равно 1 плюс. Теперь смотрите, у нас каждый список, у него есть первая деревья. Давайте вынесем за скобку. Тогда будет сумма по всем деревьям. Давайте не T, а там. А. А умножить на... Ну, а там логично, что продолжение списка, там все возможные списки встречаются, как обычно. Умножить на F. Ну, сумма со всем деревьям это красота, да, поэтому получаем, что F равно 1 плюс T на F. Ну, вот получили систему двух уравнений с двумя неизвестными. Не очень линейную, правда, но давайте ее решим. Например, выразим отсюда F. F равно 1 делить на 1 минус T и подставим туда. Получим T равно T делить на 1 минус T. Что-то в чате перестали ныть, что слишком все понятно. Так, хорошо, значит, тогда... F это леса, вот эти все... вот эти все... сумма всех вот этих списков. Я-то, как я, вот T видите. А вот это равенство, еще раз, почему выполняется? Потому что есть пустой список, но выглядит, что это единица. Все остальные есть первое дерево, первое дерево может быть любым, и после каждого дерева может быть все, что угодно, любой другой лес. Поэтому получается F. так, ну давайте, хотите решить выразить уже T или не нравится? Или не хотите? Это будет нюанс. Давайте выразим, ладно. О, ну давайте, раскрываем, значит, упрощаем, получаем T квадрат минус T плюс T маленькая равно нулю. Ну, как бы квадратным уравнением нас не напугаешь после матаната. И поэтому мы получаем, что T равно B. Это у нас минус B плюс-минус корень B квадрат минус 4 АТ делит на 2. Так, однако, есть несколько вопросов. К этому, значит, к результату это вычисление. Вопрос, ну на самом деле два основных вопроса, да, что такое корень и что делать с плюс-минусом. Давайте начнем с вопроса, что такое корень. корень. Это на самом деле понятно, что такое. Это степень 1, 2. Давайте вспомним, что, как нам известно из бацана, 1 плюс T в Кт степени. Ну, раскроем по биному Ньютон, что это будет. Это будет 1 плюс C из К по 1 Т плюс C из К по 2 Т квадрат плюс C из К по 3 Т плюс и так далее. Вообще говоря, ничего не мешает нам. Но мешает, на самом деле, немножко страшно. Но в целом, ничего не мешает нам подставить место К 1, 2. Бывает, вопрос, что такое C из 1, 2 почему-то, да? на самом деле не все так страшно. C из 1, 2 бывает. Какого-то у вас смысла. C из 1, 2 по N это получается 1, 2 N, ты убывающий, делить на N, в N, ты убывающий, да? C из 1, 2, на 1, 2 минус 1, тогда я на 1, 2 минус N плюс 1 делить на N в N. Какой у этого смысл? Давайте мы потом обсудим смыслы жизни. А мы, так сказать, поэтому с корнем мы разобрались. Корень это вполне себе формальный степенной ряд. Гораздо интереснее вопрос на самом деле, ну не гораздо, достаточно интереснее вопрос с плюс-минусом. Ну давайте с плюс-минусом разберемся. Плюс-минус, как решить проблему плюс-минусом? Ну надо разобраться, сколько у нас, вот если мы сделаем плюс, вот эта форма измеряет начинает с единицы, тогда будет 1 плюс 1 делить на 2 будет 1. Будет одно дерево с нулем вершин. Это неправда, если вы вспомните, как мы тут нарисовали, нуля вершин у нас не было. Но если даже это еще пока нас не убеждает, то если дальше раскрыть, то там будет минус, 4 в первой степени, ну тут будет, если сюда подставить, тут будет минус 4 в первой степени, минус на 1 вторую делить на 1. И это получится, что отрицательное что деревья из одной вершины, минус 1. или дальше там не подняться, может не целое будет, что-то. Будет же плохо. Если сделать минус, то все будет хорошо, можно доказать, и мы это сделаем с вами вскоре, что если тут выбрать минус, то там получится число каталана как раз. так, ну что ж, сегодня у нас была такая немного вводная лекция, в домашних заданиях вы поупражняйтесь там с формальными степенными рядами, с какими-то простыми и средними упражнениями на них, ну а дальше будет интересно. Продолжение следует...